Всемирный день вторичной переработки И мы никогда целлофановые мешки в общий мусор не бросаем Потому что они перерабатываются 50 лет То есть мы, бросая в общий мусор мешки, мы же, конечно, загрязняем свою экологию А вы сортируете мусор дома? Да, обязательно Деляете, да? Пластик, стекло А почему это важно для нашей страны? Ну вообще для планеты, почему это важно? Для чистоты, для экологии Конечно, для экологии Только у нас некуда их бросать отдельно Вы знаете, я несу отдельно в кульке бутылки Другой раз унесу куда-нибудь А здесь нет Приходится выбрасывать другой раз и бутылку Нет условий Это очень-очень даже приветствую Почему? Ну потому что очень много, особенно пластиковых этих бутылок Которые выбрасываются где попало, кому попало А так собирать и перерабатывать в какие-то другие материалы Хорошо, а вы сортируете дома мусор? Совершенно верно, да У нас есть контейнеры там возле дома И мы сортируем пластиковые отдельно, бумага отдельно В вашем дворе есть контейнеры, которые позволяют сортировать мусор, да? Чтобы отдельно выбросить стекло? Нет Раздельная утилизация мусора уже давно практикуется за рубежом Контейнеры с отсеками для пластика, макулатуры, пищевых и токсичных отходов Устанавливают не только местные власти, но и сами горожане у себя дома В Молдове экоответственность развивается медленно А между тем, за один год переработка вторичных металлов В мире позволяет сберечь ресурсы, достаточные для того, чтобы обогреть и осветить около 150 миллионов частных домов Энергии, сохраненной при переработке одной стеклянной бутылки, достаточно, чтобы лампочка в 100 ватт горела в течение 4 часов Во всем мире ежегодно более 100 тысяч млекопитающих птиц и рыб погибают из-за выброшенных полиэтиленовых пакетов Животные съедают их или задыхаются Если в море выбросить бумажную салфетку, то она исчезнет через 3 месяца Спички растворятся через 6 месяцев Брошенный окурок проплавает в море от 1 года до 5 лет, а пакет из полиэтилена от 10 до 20 Изделия из нейлона растворятся через 20-40 лет, а консервная банка через 500 Пройдет тысяча лет, и только после этого исчезнет стандартная стеклянная бутылка В Европе практика разделения мусора начала активно продвигаться в начале 80-х годов прошлого столетия Германия стала одним из первых государств, где была применена эта практика Сейчас система разноцветных мусорных контейнеров работает фактически во всех странах мира Поскольку проблема мусора с каждым днем растет, и наша планета все больше напоминает склад отходов То стоит рассмотреть все варианты ее решения Иначе уже скоро мы рискуем захлебнуться в собственных отходах